Ровно год назад в этот день в Преамуре случилось уникальное природное событие. В ночь с 22 на 23 ноября в центральных и южных районах прошел дождь. Осадки спровоцировал интенсивный вынос теплого воздуха, идущего через регион активного циклона. Утром на дорогах и тротуарах образовалась опасная гололедица. Все было покрыто тонким слоем льда. Смена погоды внесла коррективы и в работу Благовещенского аэропорта. На несколько часов там приостановили движение самолетов. Правительство Амурской области рассмотрит варианты господдержки для строящегося нового тепличного комплекса в Благовещенске. Сегодня в планах у сельхозкомпании увеличить вдвое объемы производства. Ежегодно жители региона потребляют около 12 тысяч тонн тепличных овощей. Все из них на комбинате выращивают почти четверть этого объема. Реализация проекта строительства еще одной теплицы площадью 3 гектара оценивается в 800 миллионов рублей. Проект уже одобрен госэкспертизой. Подготовлена стольплощадка, забитый свай, началось возведение трансформаторной подстанции. В столице Бама на городской детской площадке планируют возвести 70-метровую снежную горку. Трехполосную конструкцию рабочие строят из искусственного снега. Одна из частей горки будет шире. Она предназначена для катания на ватрушках. На строительство снежного аттракциона уйдет 600 кубометров снега. Также для детей помладше сделают еще одну безопасную горку. Все работы планируют завершить к середине декабря. В Преамуре заработала первая из 10 ледовых переправ. Она соединит два берега у поселка Берегового на реке Гелюй в Зайском районе. Еще одну переправу в Зайском районе планируют открыть в конце декабря. Она будет организована через реку Деп в поселке Октябрьском. В Амурской области из-за сложной эпидситуации сдвинулись сроки сдачи итоговых экзаменов для выпускников школы. Речь идет об учениках 9-11 классов. Изначально итоговое сочинение для выпускников 11 классов было назначено на 2 декабря этого года. Теперь же оно состоится не ранее 5 апреля 2021 года. Кроме того, принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. Согласно расписанию, собеседование должно пройти 10 февраля будущего года и в дополнительные сроки 10 марта, а также 17 мая. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование может быть переведено в дистанционный формат. В Преамуре почтили память Валерия Мельникова. На реке Хамутина появилась ледовая открытка. В этом году при содействии редакции газеты «Амурская правда» дело Амурского Деда Мороза продолжил известный в регионе художник-скульптор Алексей Сидоров. Именно он последние несколько лет ежегодно создает ледяные и снежные скульптуры на главной площади Благовещенска. Напомню, ледового художника Валерия Мельникова не стало почти месяц назад. Мужчина боролся с коронавирусной инфекцией и последнюю пару недель находился на аппарате ЭВЛ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА